Дарья Сударева Дарья Сударева В здании регионального правительства прошло заседание оперативного штаба. В Ульяновской области полностью запретили продажу никотина, содержащих смесей, несовершеннолетним. Но бизнесмены все еще пытаются поскорее сбыть опасную продукцию. На заседании оперативного штаба губернатор Сергей Морозов подверг жесткой критике работу руководителей всех ведомств. И поставил задачу выявить каждое место продажи и обеспечить тотальный контроль за оборотом этого вещества. Проявите гражданскую ответственность. Прежде всего, гражданскую ответственность проявите и все. Не торгуйте фанфуриками, не делайте эти рюмочные, которые теперь переформатируете в так называемые буфеты, которые начинают, так сказать, с новыми вывесками в этих же, так сказать, злачных местах, где спаиваете мужиков, где уничтожаете семьи. Не торгуйте этим снюсом. Можете, что ли, или не можете, так сказать, там между собой договориться, чтобы какой-то этический кодекс соблюдался. Или уж настолько стыд потерян, что уже больше это не лечится. Отчеты, которые предоставили различные ведомства, не удовлетворили губернатора. О власти районов и министерства вообще отчитались, что рейды проведены, снюс не найден. Губернатор не обошел вниманием и эти результаты. Ни Семенкин со своим огромным министерством не выполнил до конца, ни Гайнидзинов со своим огромным, так сказать, там войском не выполнил эту работу до конца, ни многие другие, вот находящиеся на экранах, вот они за моей спиной, все находятся. Я еще раз говорю, видите, какие все справные. Ну, у каждого нулевые показатели. А это неправда, правда ведь? То, что это неправда, подтвердил и наш материал о продаже снюса, который как раз показали на совещании. Молодые активисты организовали соответствующую группу. На одном из мероприятий побывали журналисты Уллправда ТВ. Наш сюжет губернатор показал членам оперативного штаба. Вот ему все продалось. Я раз говорю. А у нас все осталось. Съемка, правда. Некоторые министры попытались сказать, что ролик старый, годичной давности, но это заявление не выдержало никакой критики. Ведь рейд проходил в понедельник 20 января. Мы распространяли его по соцсетям и более 50 комментариев за два часа. И люди очень активно поддерживают эту борьбу и очень просят ее продолжать. Поэтому, когда мы говорим, что не поступает звонков на телефон о горячей линии, ну, значит, мы ее плохо рекламируем. Заместитель губернатора предложила вместо огромного количества горячих линий ведомств, работающих только с 9 до 17.00, ввести единый, известный всем и круглосуточный телефон. Предложение поддержал губернатор. Работы по организации новой горячей линии должен возглавить руководитель оперативного штаба по борьбе со снюсами Сергей Люльков. Сергей Морозов дал поручение подготовить и провести комплекс жестких мероприятий для устранения снюса из торгового оборота. На разработку исполнения губернатор дал месяц. Отписаться и отмолчаться на этот раз не получится ни у кого. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Села благоустроят, привлекут свежие кадры. Территорией Российской Федерации вступила в силу новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Не исключение Ульяновской области. В свете послания президента в некоторые пункты программы на местном уровне внесены дополнения. За последние годы в рамках межведомственной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Ульяновской области было построено более 90 тысяч квадратных метров жилья. Улучшены жилищные условия практически 900 семей. Новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» продолжит развитие жилищного строительства в сельской местности. Уже с этого года заработает льготная сельская ипотека по весьма низкой ставке – до 3% годовых. Это отметил на заседании рабочей группы по вопросам реализации послания президента Федеральному собранию министр агропромышленного комплекса региона Михаил Семенкин. Но если, соответственно, семья имеет трех детей, мы предлагаем компенсацию процентной ставки за счет бюджета Минсельхоза. Без, скажем так, дополнительных действий, средств от Минфина, скажем так, уже 2,7% годовых. А если детей более трех, мы предлагаем процентную ставку 2,5% годовых. Нехватка кадров на селе давно волнует Минсельхоз. В связи с этим на базе аграрного университета вводится новая система обучения будущих фермеров, желающих получить грант «Агростартап». Также будет изменен порядок по выделению грантов. Подобную инициативу профильного министра поддержала общественность. Безусловно, это, конечно, поддержка, грантовая поддержка молодых фермеров, которая, я тоже участвую в комиссии сельского хозяйства, которая распределяет и помогает семьям именно в получении грантовой поддержки. И то, что прибавляются баллы за то, что семья состоит в браке, это очень важно. И дополнительные баллы за то, что в семье есть дети, вот это очень важно. То есть, опять-таки, даже сельское хозяйство ориентирует молодых людей на семью. Все озвученные выше инициативы также обсуждались на Совете Министерства и Аграрного Университета. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. На заседании рабочей группы для внесения поправок в устав Ульяновской области были озвучены сразу несколько изменений. В первую очередь это касается расширения полномочий депутатов парламента и членов общественной палаты. Подробности у Егора Титова. Государственная Дума утвердила в первом чтении предложенные главой государства поправки в Конституцию. В этот же день собралась на свое первое заседание рабочая группа по вопросам изменений устава Ульяновской области. В этом году основной закон региона празднует 15-летие. И преобразования давно уже назрели. Часть изменений уже в любом случае мы будем применять. Например, убирают у региона право согласования прокурора областного. Мы это убираем. Часть моментов мы, безусловно, включим. Мы понимаем, что запрос сейчас существует на изменение взаимоотношений законодательной и исполнительной власти. В состав рабочей группы вошли ведущие общественные деятели, юристы, представители научного сообщества, законодатели и федеральные эксперты. Внес в рассмотрение рабочей групп предложение губернатора Сергея Морозова. В своем послании президент также задал курс на изменение конфигурации российской политической системы. Повышение роли парламента, руководителя российских регионов, выработки и реализации ключевых для страны решений и на федеральном, и на региональном уровне. Мы почувствовали с вами этот запрос. Запрос на обновление, прежде всего, региональной системы управления. И еще в прошлом году начали масштабную перенастройку системы исполнительной и государственной власти губернаторской области. Сергей Морозов отметил, что у главы региона, согласно президентским предложениям, должна повысить соответственность за социально-экономическое развитие. Поэтому необходимо совмещение должностей губернатора и председателя правительства. Вторым предложением стало то, что депутатам ЗАГС Собрания разрешено вносить кандидатуру на посты министров и глав муниципальных образований. И третья поправка касается внесения в устав положения об общественной палате и ее совместной работе с исполнительной властью. Ну и то, что касается назначения должностных лиц с согласия, опять же, представителей гражданского общества, обсуждения этих кандидатур, как в общественной палате и в других общественных организациях, считать тоже большим достижением. И это необходимо внести в устав для того, чтобы должностные лица, которые назначаются на высокие должности, чувствовали ответственность не только перед губернатором, который их принимает на работу, но и перед гражданами, проживающими в нашем регионе. Свои предложения внесли на рассмотрение члены рабочей группы. Увеличивать нужную роль не только губернатора и депутатов, но и муниципалитетов. А к выборам глав района привлекать население. Когда у нас проводят конкурс на замещение той или иной должности, мы должны всегда учитывать мнение населения. То есть прошел конкурс, подведены итоги конкурсной комиссии, и тогда либо в сети интернет, либо посредством очного участия мы должны представить эти программы и самих этих лиц, кто является кандидатом на должности главы администрации, населения. И они должны проголосовать А за личность и Б за программу. Свои предложения озвучили представители общественности. Они касаются повышения роли гражданского общества в принятии решений. У нас достаточно скупо в уставе прописаны полномочия, уполномоченного по правам человека, повторяю, скупо, но прописаны. А у нас еще есть уполномоченные по правам ребенка и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Это самые настоящие институты гражданского общества, они, безусловно, должны быть закреплены. Среди других предложений введение оценки работы депутатов местных парламентов, вплоть до отзыва мандата, и отстранение депутатов в законодательное собрание за срыв заседаний и надлежащее исполнение своих полномочий. Были предложения от общественных организаций, от депутатского корпуса. Они будут все рассмотрены. Какие-то из данных предложений войдут в наш основной закон устав Ульяновской области, а какие-то будут, наверное, отнесены к корреспондирующим законам. И тоже будут рассмотрены депутатским корпусом, внесены в законопроекты и рассмотрены в заседании законодательного собрания. Губернатор предложил рассмотреть все изменения в устав до 27 марта и уже к 15-летию основного документа области принять их, то есть до мая. Егор Титов, Александр Кудрячев, Новости Улправда ТВ. К нам в редакцию обратились жители дома номер 44 по улице Пушкарева. Несколько лет назад в доме заменили лифты, однако жильцы остались недовольны, ведь им представили немаленькие счетные услуги. Данил Ноздряков разбирался подробнее. Эта девятиэтажка известна многим жителям Ульяновска. Она находится на одной из самых оживленных транспортных магистрали города, на улице Пушкарева. Но проблемы жителей, которые скрываются за кирпичными стенами этого дома, известны далеко не каждому. Во дворе дома многолюдно. Жители дома номер 44 по улице Пушкарева толпятся на разбитом асфальте и обсуждают наболевшие вопросы. Они бы и рады изменить дом в лучшую сторону, но не могут. Изменения мешают долги, которые мертвым грузом висят на доме. Когда я стал старшим по дому, я, естественно, запросил документы, чтобы произвести капитальный ремонт в подвале, крышу и замена электропроводки. Мне сказали, вам установили шесть лифтов, стоимость каждого лифта миллион восемьсот. И у вас на текущий день составляет задолженность восемь миллионов. Было больше. Всего установка лифтов в 2015 году обошлась жителям дома в 11 миллионов рублей. Собранные собственниками три миллиона в качестве взносов на капитальный ремонт списали. Жильцы утверждают, что их ввела в заблуждение городская управляющая компания Савьяшского района, работавшая в то время на доме. Якобы обещали сделать все бесплатно. Или почти бесплатно. А многие даже не помнят, что голосовали за решение о замене шести лифтов. В фонде модернизации ЖКК утверждают, что все законно. Лифты попали в программу капитального ремонта, действующую в области 2014 года. И платить за них придется. В соответствии с региональной программой по адресу Пушкарева производился капитальный ремонт лифтов. Соответственно, те затраты, которые были принесены на выполнение работ по замене лифтов, они лежат на собственниках. Потому что источником финансирования этой программы капитального ремонта являются именно средства собственников. Долги за произведенные работы должны быть погашены до конца 2044 года. Можно и быстрее, но тогда придется повышать ежемесячный взнос на капремонт. В доме, где большая часть жильцов пенсионера, повышение не потянут. Пока же с долгами не рассчитаются, проводить работу по капремонту в доме не будут. Проблем же у жителей много. И они готовы говорить о них долго. Как мы заселились, ни разу не был никакой ремонт. Сколько мы не обращались в компании. Ремонт пройдет собрание и ничего не делалось. И вот сейчас отмозки, цоколь. Все пришло в упадок и ничего не делается. Придут рабочие, замажут дыркой и уходят. Проблем с крышей постоянно. Последние 10 лет вообще это страшно. Как начинаются сильные дожди, все протекает. И тазы, и ведра без конца. Нельзя выйти из квартиры. Я в это лето никуда не могла ни выехать, ни уйти. Постоянно, как дождь, сидишь дома. Только выливала воду. Неудовлетворительное состояние подъездов. Вызывает опасения подвал. С учетом того, что дом проливает страшно из проводку. Чуть что и может коротнуть. В фонде модернизации ЖКК уверены, ситуация не безвыходная. Программа капитального ремонта – это не единственный выход из сложившейся ситуации и решения проблем, которые имеются на многоквартирном доме. Потому что есть и управляющие компании, которые занимаются решением текущих проблем. Не отказывается решать проблемы дома управляющая компания Кодом, которая сменила ГУК за Свеяшского района. Обещает изыскать средства и провести текущий ремонт. Но опять ведь это изыскивает. Когда у нас свои были деньги, они откладывали, жители. Жители откладывали эти деньги. Всю жизнь они эти деньги 11 копель миллионов, как этих, вот так раз и все. Жители настроены решительно. Готовы обращаться к своим проблемам к губернатору Сергею Морозову. Остается вопрос, кто и зачем их ввел в заблуждение и как им выйти из этой ситуации. И когда будет отремонтирован дом на Пушкарева. Данила Ноздряков, Александр Кудряшов, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ. В Старомайнском лесхозе чтут традиции и открывают новые производства. Известный на всю страну музей леса открывает филиалы. Что интересно в местном музее и кто хочет продолжить дело легендарного хозяйства, узнавала Виктория Черкова. Тысяча посетителей в год. Музей, созданный при Старомайнском лесном хозяйстве, процветает и радует гостей своими уникальными экспонатами. Среди них письмо персидского посла, вдохновенно описывающего наши сосновые леса. Посреди выставочного зала расположен срез 400-летнего дерева. Доска почёта со всеми работниками лесхоза и старинные инструменты для высадки молодых побегов показывает историю лесхоза, не хуже документального фильма. Венчает экспозицию лесная зарисовка с обитателями местных уходий. Медведи, глухари и тетерева представлены в виде чучел. Хранители музея очень трепетно относятся к своему детищу. Учреждение создано людьми, неравнодушными к природе и своему делу. Он был создан по инициативе почётного гражданина Ульяновской области Бориса Ивановича Зотова и директора Строманьского лесхоза Николай Васильевича Ваганова. Здесь мы собрали историю развития лесной отрасли Ульяновской области, России и наиболее важные и интересные вехи развития нашего предприятия Строманьского лесхоза. Лесхоз не остановился в своём развитии. Руководство арендовало прилегающие земли, где находится лес. Предприятие занимается глубокой переработкой древесины. Производство практически безотходное. Всё, что у нас получается, опилки разные, там горбыли, мы их перерабатываем в пилеты. Мы их вам как бы показывали. Но в то же время мы не забываем, что лес надо восстанавливать. Чем мы занимаемся? То есть имеем свой питомник, собираем семена, сажаем культуры лесные, как его значит. И лес всегда будет иметь здесь постоянство. Врубается, восстанавливается. И это не единственное развивающееся лесное хозяйство. Строманьское учреждение – наиболее крупное и яркое в Ульяновской области. Но остальные тоже начали подтягиваться. По распоряжению губернатора Сергея Морозова, в лесничество Корцузского и Меликесского районов открыли филиалы музея леса – герои нашего материала. Вполне вероятно, что на базе расцветающих лесничеств откроются новые производства. Виктория Черкова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. В Димитровградской полиции высадился студенческий десант. Так называется всероссийская акция, в которой принимают участие димитровградцы. По всем отделам полиции проходят познавательные экскурсии для студентов вузов и СУЗов. Димитровградский отдел полиции в четверг открыл двери для студентов техникума ДТИНИ ЯУМИФИ. Экскурсия по Димитровградской полиции для ребят началась с криминалистического отдела. Здесь будущим юристам рассказали о работе сотрудников в целом и раскрыли некоторые секреты профессии. Работа эксперта, она действительно самая интересная в системе МВД. Но посудите сами, у следователей у них все сводится к бумажкам, по сути, к писанине, к аккумулированию всех документов, к направлению уголовных дел. А эксперт – это следопыт. То есть у него работа на месте происшествия – это обнаружение, фиксация и изъятие следов и вещественных доказательств. Также студенты ознакомились и с содержимым главного инструмента эксперта – криминалистическим чемоданом. Здесь и перчатки, и приборы до телоскопирования, и даже есть компас. Ведь, по словам криминалистов, случается и такое, что приходится выезжать в открытые местности. И тогда эта вещица просто необходима. Общий вес всего оборудования – почти 10 килограммов. Очень много узнала про криминалистический отдел, то, как он работает, вообще весь процесс. Это было очень интересно. Не обащих стороной следственный отдел побывали в дежурной части. Именно сюда стекается вся информация. За сутки дежурные обрабатывают порядка 500 сообщений. Студенты также побывали и в изоляторе временного содержания. Здесь ребята познакомились с аппаратом дактилоскопии. С помощью этого аппарата можно без особых усилий идентифицировать личность задержанного. Но при условии, что человек хоть раз в жизни, но проходил процедуру дактилоскопирования. Сотрудники МВД очень хорошо описывают свою работу. И я собираюсь тоже после обучения, как закончить высшее юридическое, работать в полиции. Хочу следственное дело, так как мне нравится проводить опрос, допрос, все узнавать. Стоит отметить, что подобные экскурсии в дальнейшем дают хороший результат. Ведь после этого многие выпускники связывают свою жизнь со службой в полиции. Наша задача показать обществу о том, что мы открыты, доступны для граждан. И конкретно для студентов, то есть молодой подрастающих поколений, оно изнутри, мы рассказываем о том, как работает орган внутренних дел, как работает полиция, какие у нее стоят задачи, как полиция справляется с ними. Ну и, наверное, один из главных моментов здесь можно подтвердить о том, чтобы сами студенты, которые сегодня будут присутствовать, не совершали противоправных действий. Все студенты остались довольны. Почти у каждого возникло желание служить в полиции. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Демград, 24, специально для УллправДТВ. Названа обладательница стипендии имени Бориса Александрова. Церемония вручений по традиции проходит в День памяти народного артиста России, лауреата государственной премии Бориса Александрова. Стипендию вручают молодому актеру, наиболее ярко проявившему себя в течение года. На этот раз обладательницей стипендии стала Надежда Иванова, актриса Ульяновского драматического театра имени Гончарова. На сегодня она задействована во многих спектаклях драмтеатра. Счастье, гордость за себя, за то, что я стою рядом с моими коллегами, которые получили точно такую же стипендию. Очень горжусь, что стипендия имени, особенно имени Бориса Владимировича, она присуждена именно мне, потому что я, к сожалению, с ним не работала, но для меня это очень важно, быть частью этого сообщества, которое имело отношение именно к нему. Владимир Ильич Ленин – основатель Первого советского государства, вновь в центре внимания. В Ленинском мемориале открылась вторая часть выставочного проекта «Ленин от первого лица». «Ленин. Сложность внутренней жизни» – так называется вторая часть выставочного проекта «Ленин от первого лица». На выставке представлено более 200 экспонатов из фондов Ленинского мемориала и Российского государственного архива социально-политической истории. «Мы его показываем как ученого, как экономиста, как философа. И действительно трудно найти политика, который бы написал 55 томов. Не было в истории ни одного политика. 10 миллионов слов. Словарный запас – 37 тысяч слов». До сих пор многие спорят, какую роль сыграл Владимир Ильич Ленин в государственном устройстве страны. Об этом тоже рассказывают материалы экспозиции. Ленин был не разрушителем, Ленин был создателем советского государства. Разрушение началось еще до Ленина, на нашем государстве. И он сделал все таким образом, выдвинул такую концепцию развития нашего государства, что это позволило в короткий промежуток времени буквально собрать. Ведь на территории России до октября 2017 года существовали десятки государств. Десятки государств. И, конечно, в тех условиях их объединить – это было колоссальное достижение. Выставку сопровождают высказывания самого Владимира Ильича. Экспозиция сложна из тысячи фрагментов биографических исследований мировых историков. Мы показываем и представляем письма ленинские, в которых он говорит, например, об охоте, о своем увлечении, которое появилось у него в Шушенском, и которое возобновило он уже после Октябрьской революции. Его одним из главных увлечений были шахматы. Мы им представляем столик для игры в четвертные шахматы, письма, опять же, с разборами задач, которым увлекался Владимир Ульянов. Также на выставке можно узнать о музыкальных пристрастиях Ленина, о его любви к музеям, к езде на велосипеде и прогулкам в горах. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. 24 января в Ульяновской области ожидается небольшое похолодание, местами пройдет снег. Температура воздуха днем составит 6 градусов, со знаком минус ветер юго-западный 7-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова